Получается, что цель жизни — объединиться между собой ради Творца, доставить Ему наслаждение, а Творцу этого не нужно, и Он от этого ничего не получает? Ну, я бы не говорил, что Ему это не нужно. Ему это как раз нужно, и нельзя сказать, что ничего не получается, это тоже неверно, но не то, что у Него есть Хиссарон, у Него есть Хиссарон, чтобы Творения приблизились к Нему, пришли к слиянию с Ним. Это Хиссарон Его, но это не Хиссарон, как у нас. Когда Он нас сотворил из Хиссарона, что нам не хватает Ему, это из желания отдачи, это не Хиссарон в получении. Кажется, что наука Каббала отрезает человека по мере углубления, отрезает какую-то выгоду. Нет здесь выгоды, и здесь нет, и здесь. Это иллюминация того, что ты думаешь того, что это для этого, и вдруг понимаешь, нет, это даже не там. Это ничего, это в конце вакуум. Что есть? Почему это ощущается, что это тайна духовного, когда ты в конце понимаешь, что ты делаешь это не для чего? Чтобы ты нашёл, что такое истина, и что называется свойством Творца. И захотел прийти к слиянию с Ним. Да. Всё. Это то, что раскрываем. Это реальность, без всякой победы или выгоды. Это совершенно иная реальность. Это именно самая большая награда, бесконечная награда. Когда ты понимаешь, что цель — это познание его, что человек не в состоянии раскрыть это. Но в конечном счёте он, да, раскрывает. Раскрывает бесконечность. У нас нет для этого клим, поэтому мы не можем ни говорить, ни думать даже в этом направлении. Иногда мы получаем. Я помню, в начале пути, иногда в течение лет ты получаешь такие мгновения, небольшие, когда ты чувствуешь момент, не сдашь даже, что стоит передо мной, но что-то отличающееся большое и обратное. Да, так это просто... Это такие отметки в пути.